Ирландский спаниель утколов. Грейхаунд. Начнем с собаки, чья шерсть весит более 7 килограммов. С командора. Это собака или огромная швабра? Это командор. Порода с самой тяжелой шерстью в собачьем мире. Эта шерсть весит 7,5 килограммов и состоит из 2000 шнурков. Эти удивительные косички не для того, чтобы командор мог покрасоваться на обложке журнала. Эта уникальная шерсть нужна пастушьей собаке для маскировки. Хитрый способ спрятать собаку среди овец. Когда медведь или волк подкрадывается к овцам, выскакивает командор и нападает. Согласно преданиям, охранная деятельность командора почти полностью истребила волков в Венгрии, где это потрясающее существо сотни лет было рабочей собакой. Более трех тысяч лет назад царь древнего Вавилона Хамурапи упоминал командора в своем своде законов, регулировавших почти все аспекты жизни. Командор — это Боб Марли среди собак. Главное отличие этих мускулистых собак — длинная, скрученная в жгуты шерсть, появляющаяся в первые годы жизни. Их шерсть — самая необычная во всем собачьем мире. У командоров прямоугольное туловище. А в центре белой, похожей на швабру морды, всегда выделяется черный нос командора. В четырех с половиной километрах к северо-востоку от Денвера этот подстриженный командор наслаждается идеальной жизнью. Ситуация уникальна, потому что эта собака хочет быть больше, чем просто собака. Хочет участвовать в управлении. Ну, пойдем. Трехлетняя Нелли живет в заповеднике диких животных в Киндзбурге, штат Колорадо. Площадь более одного квадратного километра — убежище для крупных хищников, спасенных из незаконных или жестоких ситуаций. Более двухсот животных живут здесь в специально созданных ареалах. Среди львов, тигров и медведей можно зачастую увидеть командора Нелли, радующую посетителей. Видите, какие тугие локоны. Или бродящую по окрестностям с Пэтом Крэгом, основателем заповедника. Обязанность Нелли присматривать за своими товарищами и молодняком заповедника. Нелли и другие собаки воспитывают этих детенышей. Без них ситуация была бы сложной. Когда детеныши, например, пятимесячные африканские львы, попадают в заповедник, они еще недостаточно подготовлены физически. Нелли и ее друзья помогают им. Собаки играют, возятся, дерутся с ними, делают все, что помогает развивать моторику детенышей. Нелли и другие собаки не только помогают детенышам развивать координацию и мышцы. Они знакомят их со структурой львиной семьи, которая не отличается от собачьей стаи. Детеныши наблюдают за структурой собачьей стаи, ее иерархией и знакомятся с тем, что приемлемо, а что нет. От природы, являясь сторожем, Нелли взяла на себя функции главной самки. Ее обязанность соблюдать иерархию, защищать и обучать детенышей, познакомить с нормами. Нелли ведет активный образ жизни вне помещения. Поэтому Пэт ежегодно бреет ее, чтобы шерсть была чистой. Эти завитки становятся похожими на шнуры и причиняют беспокойство. Навещает ли она волков со своими товарищами или участвует в ежедневных встречах персонала, эта глава логова знает, как важна она для заповедника и как ценит ее начальник. Я очень люблю Нелли. Она не просто беспечная собака. Нелли действительно заботится о семье. Этим она расположила меня к себе. Командоры подходят не всем. Этим степенным собакам требуются умеренные ежедневные нагрузки. Им больше подходит сельская местность и минимум соседей. Благодаря своим защитным инстинктам командоры недоверчивы к незнакомцам. У них мало наследственных заболеваний, так как столетиями их родоначальниками были здоровые пастушьи собаки. Забавно, но у этих крупных крепких собак отличное зрение, хотя их глаз часто не видно. Как они видят сквозь завесу их волос, никто не знает. Уход за шерстью – отдельный разговор. За этой породой труднее всего ухаживать, особенно если вы хотите сохранить их традиционную шерсть. Вам не нужно расчесывать эти шнуры, только разделять их время от времени, чтобы они не спутывались. Во время линьки густая шерсть притягивает насекомых и грязь. Командоры привыкли работать сами по себе, поэтому могут быть своевольными. Дрессировку лучше начинать опытному владельцу и в раннем возрасте. Живя в семье, командор терпимо относится к детям, защищает их, но не терпит надоеданий. Итак, командорам необходимы умеренные нагрузки, им подходит жизнь в сельской местности. Отличаются хорошим здоровьем, но на уход за густой шерстью уйдет много времени. Дрессировку нужно начинать в раннем возрасте, чтобы сдерживать их независимый характер. Командоры – хорошие защитники, однако редкие семьи могут обеспечить им подходящий дом или образ жизни. Кто тут хороший щенок?